Вообще-то потенциал злокачественности у меланомы действительно существенный. Пациент приходит, я говорю, у вас меланома. Он, ой, а я говорю, ничего страшного, вы вовремя пришли. Вы пришли на той стадии, когда она не созрела давать метастазы. Обращайте внимание на то, что появляются или не появляются у вас на коже новые пигментные маленькие-маленькие точки, пятнышки. Было время, когда онкологи не очень-то хорошо представляли биологию каждой отдельно взятой формы рака. А сегодня это представление отличное. Я и вот наши передачи не должны сегодня вас всех пугать. Мы должны вас просто обучать, информировать. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас в гостях Демидов Лев Вадимович, доктор медицинских наук, врач-онколог. И тема нашей программы – меланома и мифы о меланоме. Здравствуйте, Лев Вадимович. Здравствуйте, Ольга. Очень рада, что вы к нам сегодня добрались. Спасибо. Первый вопрос. Меланома занимает 1% от всех случаев онкозаболеваний, и ее считают самой опасной. Почему? Ну, смотрите, я сразу хочу сказать, что не на все вопросы я могу знать точный ответ. Да, потому что какие-то вещи, они сложились в умах людей, специалистов, очень давно. Возможно, что так считалось в отношении меланомы, я бы осторожно сказал, несколько десятков лет назад, когда было трудно понять, как же так, вроде бы из родинки, и вот столько она привносит, как болезнь, и нередко убивает человека, ну и, мол, другие формы рака, они вырастают в нечто большее, а уже потом появляются метастазы и так далее. Если вот такое сравнение – маленькое и вот такая агрессивная, или же какая-то другая, то возможно, что появилось вот такое сравнение, что она самая злокачественная, самая такая. Ну, надо сказать, что вообще-то потенциал злокачественности у меланомы действительно существенный. С чем это связано? Казалось бы, вот визуально же можно определить, да, это все у нас происходит на глазах, кожа. Другое дело, когда внутри человек не сразу замечает. А на коже же это может все… Ну, понимаете, вы говорите сейчас, формулируете вопрос, с чем это связано, и смысл вашего вопроса, почему же так произошло, как же мы пропустили, да? Да. А сначала вы спросили о другом, почему она такая злая, мол, да? Вот почему она такая – это биология, ее биология. Вот. И у каждой опухоли есть своя биология. И было время, когда онкологи не очень-то хорошо представляли биологию каждой отдельно взятой формы рака. А сегодня это представление отличное. И когда мы знаем очень хорошо свойства и особенности биологические, мы называем это естественным биологическим течением болезни, да, мы можем сравнивать в реальности одну болезнь с другой болезнью. И когда мы так сравниваем, мы видим, что многого есть и схожего, но есть и различия. А теперь вот, значит, то, что второй вопрос, который вы спросили, как же мы не замечаем этого всего. А здесь, конечно, это очень интересная тема для разговора. Причем, принимая участие в разных передачах в разные времена, всегда же об этом говорится. И вызывает удивление, почему человек этого не замечает. Да. Почему он не замечает. Я неоднократно пытался выстроить какую-то логистику, чтобы объяснить это, да? И надо сказать, что каждый раз у меня это получается чуть-чуть по-разному. Ну, потому что это, на самом деле, я пытаюсь поставить себя на место обычного человека, да? И, с другой стороны, смотрю на это профессионально. Вот если я на месте обычного человека, что я буду замечать у себя на коже? Ну, лишь только то, что подает сигналы. Какие могут быть сигналы? Ну, некрасивый объект, возможно, да? Другой сигнал, там, зуд какой-то есть. Третий сигнал – кровоточивость какая-то, да? И так далее. И очень часто мы должны сказать, что никаких сигналов-то нету. Вообще нет сигналов. То есть, у человека есть… Сейчас, секундочку. У человека есть какой-то объект, который он считает родинкой. Да? Здесь мы должны, хотим мы этого или не хотим, дать определение этому слову, этому термину родинка, да? От слова «рождение». Вот, послушайте. Значит, термин этот, он скорее народный, чем медицинский. Вот. Почему? Он там как раз и содержит, что с рождения, мол, этот объект, поэтому родинка. А по-медицински это называется невус. Да. А невус означает дефект кожи. И вот невус может быть неродинкой в том понимании, в каком мы его рассматриваем, если думаем, что из него, из этого невуса, будет возникать меланома. То есть, есть меланоцитарные невусы, которые состоят из клеток, которые могут стать… Онкологическими проблемами. Онкологическими, да. И есть другие клетки кожи, которые тоже могут формировать невус, но это будет не меланцитарный невус, и он никогда не может стать меланомой, да? Доброкачественная. Или какая-то другая, может быть. Ну, или какая-то другая. Вот. Поэтому человек по какой-то причине, это устоявшееся общественное мнение, по какой-то причине люди, которые становятся пациентами, они всегда указывают на то обстоятельство, что у них это произошло из родинки. Я готов с ними поспорить. И я бы выиграл этот спор, сказав, что это произошло не совсем из родинки. Потому что человек думает, что это должно, если этому суждено быть, должно произойти из той родинки, которая с рождения. И вот здесь закладывается системное неправильное восприятие. Почему? Потому что меланома, как правило, не возникает из родинки невуса, который существует как бы с рождения. А возникает из родинки, которая родилась во взрослой жизни. Разница есть? Приобретенная, да. Вот. Совершенно правильный термин. Врожденная и приобретенная. Значит, приобретенные невусы, пигментные образования на коже у человека – это очень частое явление. Очень частое явление. Практически, наверное, у всех оно есть. Но не каждый уделяет этому внимания. Почему? Потому что речь идет о чем? Что на коже любой части тела может появиться тоненькая точка. Даже не тоненькая, а просто маленькая точка. Да. Если мы будем ее внимательно рассматривать в дерматоскоп, мы увидим, что она имеет пигментное строение. Вот эти точки, они часто появившись, ничего с ними больше не происходит. Да. И чаще не происходит, чем происходит. Наблюдаю тоже. Иногда они немножечко увеличиваются в размерах. А иногда одна из них начинает медленно, но верно увеличиваться. При этом остается плоской. Достигает размеров 3 мм. Чтобы было понятно, о чем я говорю. Все равно очень маленький объект. 3 мм и больше – это ведь уже может быть старт заболевания. Но кому в голову придет думать об этом? Никто не будет думать. Никто, да. Потому что существует миф, что эта болезнь возникает из родинки, которая с рождения. А это как раз таки и не так совсем. И эта болезнь возникает из-за вновь родившейся, опять же скажу, родинки, которая появляется во взрослой жизни человека. Ну, может быть, на этапе пубертата, то есть это половое созревание, когда организм у человека где-то в районе 17-20 лет. Вот так вот. Ну, может и позже же появится тоже. Может и позже. Может и позже, точно. Может появиться. Вообще чаще всего вот эти процессы в организмах людей происходит второе, третье, четвертое десятилетие жизни. То есть это возраст 20-30 плюс лет. А потом появляются другие родинки, которых мы сейчас даже не будем трогать, потому что это уже возрастные изменения кожи. Начинают много расти. Да, начинают много расти. Они никакого отношения не имеют вообще к пигментным невосам. Их чаще всего это кератомы. И никогда никакая кератома не может стать меланомой. То есть это не опасные родины. Но мы не можем так строго говорить в нашей передаче, потому что ведь нас могут слушать люди, которым надо объяснять, как выглядит кератома, как выглядит пигментный невос, тот или иной. И в силу того, что мы это не сможем сейчас сделать, это не лекция, мы просто скажем осторожно, что существует, грубо говоря, несколько пиков, когда появляются какие-то образования, которые мы называем родинками. В одном случае пики – это второе, третье десятилетие, когда скорее будут пигментными эти образования. А в другом случае это другой природой образования, которые будут уже возрастными и никакого отношения к меланоме, скорее всего, не будут иметь. То есть получается, меланома, она связана именно с пигментными образованиями. Исключительно. Только пигментные. Только пигментные образования. То есть это все, что связано с цветом. То, что мы называем меланоцитарные образования. И человек, который не сведущ в медицине, не понимает ничего, он вообще не поймет, как выглядит меланомацитарная, а как выглядит немеланомацитарная. Но я скажу одну важную деталь. Все-таки для того, чтобы как-то немножко намекнуть слушателю, на что надо обращать внимание. Обращайте внимание. Вы уже взрослые люди, вам, скорее всего, больше, чем 20 лет. Обращайте внимание на то, что появляются или не появляются у вас на коже новые пигментные маленькие-маленькие точки, пятнышки. Появляются. Они появляются. Следите за ними. Составьте определенную карту их местонахождения. И раз в полгода, раз в год сверяйте. Было там 4 штучки, 4 объекта. Стало там на один чуть больше. Или, может быть, в два раза больше. Получается, эта болезнь практически незаметна для человека. Это незаметная болезнь. Особенно, если его не обучить этому пониманию. Он тогда никогда не будет заострять внимание на том, на чем нужно. Зато он будет заострять внимание на чем. Вот он родился, и у него с рождения на верхней губе такая родинка, похожая на бородавку. И она его не красит. И начинает из нее волосы расти. И вот это его тревожит. А вдруг? Он бреется и все время ее ранит. И на всякий случай удалить надо? Да, да, да. И он спрашивает своего приятеля, который закончил медицинский институт, работает общим хирургом. Вот скажи мне, что мне с этим делать? Я все время ее травмирую. Он скажет, так я посмотрю, оттопырит, так посмотрит, скажет, ты знаешь, лучше ты ее удали. Давай, приходи ко мне, я тебя удалю. И так поступают большинство советчиков. А надо ли это делать? Нет, конечно. Абсолютно не обязательно. А это уже, смотрите, есть показания онкологические, а есть показания другие. Ну, например, косметологическое. Вот не нравится мне, как выглядит мое лицо с этим дефектом кожи. Это же дефект кожи. Ну да, да. Вот. Значит, это другая история, другое показание. Вот совершенно верно. Поэтому мы обращаем внимание вот на такие, которые нам кажутся некрасивыми. Но самое интересное и парадоксальное, что некрасивые, они добрые внутри. Понимаете, да? Ну да, доброкачественная опухоль, конечно. Ну да, а вот такие неприметные, они могут, они не очень опасны, они имеют некий потенциал. Этот потенциал я не могу измерить каким-то названным процентом, что на 50% у вас будет обязательно что-то, да? Нет. Я даже скажу, и на 10% я не скажу. Просто есть сочетание факторов. Вот если кожа человека имеет такую особенность рождать новые родинки, да, и из года в год количество их увеличивается, и в конечном итоге, например, к какому-то возрасту, скажем, 30 лет, этот человек может посчитать 7 родинок таких мелких на одной руке, 8 на другой, много на коже туловище. Какие-то на коже нижних конечностей. То есть мы все сложим, получится очень большое количество, несколько десятков. Мы скажем, вот несколько десятков – это уже немало. Это некий фактор, который мы должны учитывать. Мы должны обязательно этому человеку рекомендовать делать картографирование тела. То есть это можно делать обычным способом, сфотографировать. А кто это еще может сделать, кроме вот самого человека? Врачи этим занимаются? Врачи этим… Ну, смотрите, есть сейчас доктора, которые вот занимаются этой тематикой, да, они уже знакомы с этим. Это и дерматологи, между прочим. Вот. Они могут этого человека посмотреть и для начала высказать свою точку зрения. Потому что они доктора первичного звена. Я как онколог готов бы смотреть всех их, да. Но поскольку я не могу всю эту армию людей на себя направить, я говорю, вы обратитесь в первичное звено. Это дерматолог. У них сейчас есть возможности и понимания такие. Они посмотрят, если им что-то не понравится, они пришлют или пошлют вас к онкологу. Вот. И второй момент, вторая часть очень важная. Когда мы сказали, что у человека вот есть такая способность, у его кожи давать новые-новые вот эти родинки. Причем, еще раз подчеркиваю, что это никакие не выпуклые, горошинкоподобные образования. Плоские. У меня пока появились. Они все очень плоские, совершенно незаметные, да. Если к этому присовокупить второй фактор, это светлая кожа человека, да. Светлая означает кожа, которая плохо или практически не может загорать. Она всегда краснеет. Загорает. Да. Нередко говорят, это голубые глаза должны быть, веснушки. Да, это так, но не всегда это вот не правило, что обязательно должны быть веснушки, да. Не обязательно, чтобы прям были голубые глаза. А вдруг они слегка зеленые, да. Ну, да. Ну, вот. Или серые. Или серые, да. Ну, тут мы должны будем согласиться, что и зеленый, и серый все равно голубой. Потому что это не карий, да. И сказать, что если карие глаза, то опять же, получается, что это что, защищенность больше? В какой-то степени, но это тоже не абсолют. Таким образом, мы говорим, у человека есть склонность к появлению новых, новых этих мелких родинок. Светлый цвет кожи, который на солнце краснеет. И человеку трудно загореть. Но он зато обжигает кожу. И так с ним происходило неоднократно. И со мной. И с детства. Вот тут мы скажем, о, товарищи, вот вам и нужно следить за собой в первую очередь. И это не значит, что у вас будет меланома. Это значит, что если вы не будете знать об этом, да, то не удивляйтесь, если вдруг такое несчастье случится. Есть предрасположенность, получается, у этих людей. Есть некая генетическая предрасположенность, да, которая не однозначно, что это должно случиться наверняка. Просто это некие слабинки, которые не надо расшатывать. И вот расшатывание происходит за счет увлечения загаром. И расшатывание происходит особенно за счет вреда, который наносится загаром. А это уже ожог кожи. То есть, если вы носитель такой светлой кожи, я просто знаю, как это нередко говорят мне люди, которые имеют такую кожу, что они их напугали, они вообще не будут выходить на солнце, они будут сидеть там где-то в подвале все лето. Они никогда не поедут ни в какие-то природные места. Я скажу, что это преувеличение, и так делать не надо. Просто нужно единственное, что выполнять, это если вы куда-то едете, и там много солнца, делайте так, чтобы ваша кожа не обгорела. Евгений Вадимович, а вот есть еще и такие места, которые не очень хорошо просматриваются, где волсяной покров, например, на спине. Вот здесь что можно сказать людям? То есть, ведь и там тоже же может возникнуть родинка. Ну да, понимаете, в чем дело? В общем-то, все равно речь идет о том, что легко выполнить, если не самому, то с помощью члена семьи какого-нибудь. То есть, это надо говорить о том сейчас нашим зрителям, что, в принципе, будьте внимательны не только к себе, но и к своим близким. Да. Потому что на затылке мало кто может что-то увидеть. А я скажу так, вот, например, мамы, да, может быть, и папы в том числе, когда у них появляются дети, особенно поначалу, они же за ними очень хорошо следят, у детей еще нет обильных волос на голове, сразу видно, что там ничего нет. Или сразу видно, что там что-то есть. И это уже, так сказать, отправная стартовая точка. Сейчас у молодежи появилось такое веяние, они часто стригутся или бреются наголо, да. Нам это облегчает. Ну да. Вот. Посмотреть и голову, потому что действительно у людей, которые имеют хороший волосяной покров на голове, очень сложно вообще предположить, что там что-то есть, да. И нередко история такова, что человек либо что-то травмирует в парикмахерской, либо использует такие жесткие расчески, которыми он только и может расчесать свои волосы. И от этого он вроде как замечает какой-то объект. Такого человека мы можем увидеть вследствие того, что он начал жаловаться. Мы увидели это тогда, когда этот объект стал его беспокоить. Да. И здесь уже может быть запущенная стадия. Если да, если вдруг это была меланома, то, конечно, это не будет так, как нам хотелось. Вот меланома же опасная вообще сама по себе опухоль. Как быстро она развивается? Вот только начался процесс, и в какую стадию может перейти, за какой период? Ну, давайте предположим, что мы можем здесь только предположить. Могу сказать, что это не произойдет за один день, не произойдет за один месяц. И, возможно, это будет значительно более длительным промежутком во времени. То есть, если мы предполагаем, что меланома возникает из вновь родившегося пигментного пятна, то это пятно может некоторое время, может быть, даже лет, стоять на месте, и ничего с ним не происходит. Потому что это не меланома еще. Тогда она становится меланомой. Она, возможно, будет меланомой через определенную стадию, которая должна пройти. Это стадия, когда это пигментное пятнышко станет диспластическим нервусом. У него появятся признаки какой-то неправильной родинки. В этой неправильности что нужно будет увидеть? То, что если поначалу вот эта точка, которая появилась, и чуть-чуть увеличилась, была худо-либедно-овальной, то вот достигнув 4-3 мм, вдруг ее стало как-то перекашивать. Она стала не симметричной, не кругленькой, не овальной, а какие-то части ее стали расползаться, так я скажу очень осторожно, и формировать такое неправильное по своему контуру образование. Это очень серьезный момент и признак раннего чего-то изменения. Это раннее изменение, я еще не скажу, что это уже меланома. Но это момент, который мы должны обязательно оценить глазом, который понимает. То есть это предраковое состояние? Возможно, что это диспластический нервус. Диспластический нервус – это такое пред-предсостояние, которое может и не перейти ни в какую меланому. Это тоже важно понимать, потому что я и наши передачи не должны сегодня вас всех пугать. Мы должны вас просто обучать таким вещам, информировать. Так вот, если мы, например, действительно видим человека, у которого есть такое образование, и мы говорим, что это похоже на дисплазию, то есть на не совсем правильную обычную родинку. Потому что что такое правильная родинка? Правильная родинка – это округлое образование. Как правило, поскольку оно появилось во взрослой жизни, оно не может быть выпуклым. Оно всегда будет плоским. Всегда будет плоским. А выпуклыми, как правило, бывают объекты, которые как раз имеют врожденный характер. Так вот, значит, здесь, чтобы прицепиться хоть как-то, что это диспластический процесс, мы в первую очередь должны учитывать форму этого образования. При этом еще раз подчеркиваю, что оно ведь очень маленькое. 3-4 мм, ну максимум 5 мм. А мы это уже заметили с вами. Дальше мы можем увидеть, что если это образование имеет тенденцию к росту, оно и действительно ее имеет, потому что появилось вроде года два назад, и сначала было точкой. Вот год назад я загорал интенсивно, и мне кажется, что потом, спустя несколько месяцев, оно стало увеличиваться. Говорит человек, если он знает, что такое может быть, он уже наблюдает за собой. Тогда это долгий процесс получается. А я сейчас это объясню. Так и будет. Так и будет. И получается, что прошел один год, прошел два года, и человек говорит, пожалуй, тут не было такого. Пожалуй, тут было не такое. Тут было, мне кажется, точка. А сейчас, смотри, 3-4 мм, я вот наблюдаю за этим. И пройдет еще, возможно, несколько месяцев. Я очень осторожно говорю про время, потому что любой потом скажет, что это он сказал, а у меня не так. Естественно, я могу ошибиться. Я скажу, сейчас подведу черту своему этому монологу. Но так или иначе, вот эти процессы идут не так быстро, как иной раз вас могут напугать и сказать. У тебя будет меланома. И человек, посмотрев на какую-то свою родинку, тот же поймет, что завтра она у него так расцветет, что его уже нельзя спасти. До тех пор, пока объект, который мы еще не знаем, какой он по своей природе, но мы предполагаем, что это пигментное образование, до тех пор, пока это образование не превышает 5 мм в диаметре, мы говорим, что даже в случае, если это меланома, это очень ранняя стадия. Поняли, да? Вот я перекладываю здесь ответственность на людей. Вот смотрите за вашими родинками, анализируйте то, что я сказал. Если у вас эти объекты вот такого размера, такие плоские, то все у вас в руках, вы ничего еще не потеряли. Все под контролем, получается. Все под контролем, да? А точнее я никогда не смогу сказать обо всем этом. Если больше пяти, то это уже можно говорить о том, что метастазы есть. Нет, нет. Нет? Нет, 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 нет. Ну, то есть до 5 мм мы можем быть спокойны в том плане, что метастазов, возможно, нет. Не так. Нет? Давайте мы не будем так упрощенно, придется нам ввести еще два термина. Раннее, или, скажем так, незрелая меланома и зрелая. Не будем говорить про метастазы вообще. Мы будем говорить только лишь про объект на коже. И будем говорить, вот это меланома. Допустим, что это меланома. И говорить в одном случае, она ранняя или незрелая. А в другом случае будем говорить, она не ранняя, а зрелая. В чем будет разница? Незрелая, ранняя меланома всегда будет плоской. Всегда будет размерами очень ограниченными. Где-то 5-6, ну, в пределах этих миллиметров. Опять же, хочу сказать, что мы не из точных наук. Мы медики, медицина не точная наука. Поэтому не хватайтесь за слова 5 или 6 миллиметров. Это может быть и 10 миллиметров. И та же самая история, что это ранний процесс. До тех пор, пока это абсолютно плоское образование, допустим, неправильные формы, с неправильными контурами, раз, я имел в виду уже про цвет, хотел сказать, что там есть разнообразие цветности. Изменения. Изменения. И не обязательно, чтобы это был черный цвет. Боже упаси, это часто никакой не черный цвет. Это наличие нескольких цветов. Светло-коричневый, темно-коричневый, белесое просветление. А цвет кожи может быть в цвет кожи? Ну, тогда вы вообще не увидите, если это у вас цвет кожи. Ну, какой-то нарост есть и цвет кожи. Ну, может, может. В принципе, может, да, может такое быть, что блеклое образование. Такое может быть. Ну, так вот, мы говорим о совершенно плоском образовании, а уже знаем, что это меланома. Ну, я говорю о том, что я хочу привнести некий пример для слушателя. Обязательно. Вот этот пациент приходит, я говорю, у вас меланома. Он, ой, а я говорю, ничего страшного, вы вовремя пришли. Вы пришли на той стадии, когда она не созрела давать метастазы. Понимаете, да? Когда же она созревает. А вот сейчас дальше. Поэтому мы этого человека можем спасти от этой болезни, и он будет вылечен просто путем того, что ему это можно удалить, и все. Он забыл. Без химиотерапии, без химиотерапии, без всего, да. А вот теперь смотрите. Если человек не знал ничего, у него сначала это было плоским таким, а он не обращал внимания, интенсивно загорал, постоянно ездил, и плевать он хотел. Но какой-то раз по осени, приехав в очередной раз с Пальма до Майорка, где он очень сильно шпарился, он увидел, что у него вот это образование, которое у него было на каком-то конкретном участке тела, плоским, на протяжении нескольких лет. Ну, он точно скажет, два-три года оно у меня вообще не менялось. А когда появилось, я не помню. Повернется там к своей жене, скажет, скажи, 10 лет назад это было? Да, это у тебя всегда с рождения, но это неправда. Они уже настолько привыкают к этим пятнышкам, что они не могут сказать, когда это появилось. Но не факт, не в этом сейчас смысл моего рассказа, а в том, что вот он приехал откуда-то, да, и вот по осени вдруг увидел, что на этом плоском образовании у него появился бугорок. Бугорок появился. Этот бугорок может появиться на краешке, может появиться в центре, может появиться на любой части. И появление бугорка означает, что это начинается процесс созревания. Если не обращать на это внимания, то этот бугорок превратится в большой холмик, который будет больше и больше отъедать пространство у этого плоского пятна. Понимаете, да? И этот процесс тоже не будет занимать три дня, он будет занимать месяцев какое-то количество. Какое, опять не скажу, это может быть 4 месяца, это может быть 12 месяцев, это может быть 24 месяца. Это исподволь такой процесс, который опять же человек не замечает, потому что он не происходит сразу. Когда же он наконец заметит? А вот тогда, когда, допустим, у него на спине все было, он начнет вот так вот что-то почесал, а потом раз – испачкалась одежда. Он снял рубашку. Видит, что там, да там же это обычная родинка, она мне уже давно-давно существует, скажет он себе, да? Но она по какой-то причине взяла и как бы треснула. Появилась вот кровоточивость. Это, а мы-то знаем, что мы же говорим про меланому, да? И про какого-то человека, образ кого-то такого среднего, усредненного пациента. Мы говорим, вот она дозрела. Значит, означает, что у этого человека уже есть метастазы? Нет. Но потенциал этой меланомы несравненно больше в разы, чем той, которая была несколько лет плоской. Когда она была плоской, она не имела потенциала метастазирования. И если мы ловим это образование и эту меланому на начальной стадии, мы говорим, что это незрелая форма. Она будет подтверждена как меланома, но бояться ее можно не так сильно. Просто ее надо удалить. Ее надо удалить, да. А вот зрелая меланома, что это означает для пациента? Что его нужно пообследовать, нет ли у него где-то каких-то метастазов. Скорее всего, мы никаких метастазов у него не найдем. Но я осторожно скажу, что корни болезнь может пустить. И корни, и вот первичная диагностика, это надо понимать эти процессы, как, я бы сказал, вот то, о чем я вначале говорил, особенности биологического течения самой болезни. Для меланомы что характерно? Для нее не характерно метастазирование, пока она незрелая. Никакого местного рецидива, если ее удалить, тоже не будет. Рецидивов нет при таком раскладе? Для меланомы вообще рецидив местный, потому что мы в онкологии рецидив называем, любое проявление болезни мы называем это рецидием. Но для слушателя правильнее будет сказать, рецидив это то, что на том месте, где это в начале было, для меланомы это очень не характерно. Она, как правило, не рецидивирует. Зато она дает метастазы. Если она ранняя, незрелая, она не дает ни рецидива, ни метастазов. И поэтому удалили человеку, и он 10 лет жив, и 20 лет будет жить, и ничего у него не будет. Уже не так страшно. А если мы удалили в тот момент, когда она созрела, то у человека тоже нет метастазов. Но потенциал или же вероятность того, что эти метастазы у него могут появиться, эта вероятность может достигать 50%. Вот как. И этот человек тоже, очень часто люди уже сразу где-то их внутри подкашивают от этой страшной новости. И они не могут спокойно жить. Они думают, вот вчера я пошел, мне сказали, что у меня меланома, и не сказали про зрелую, а там попроще говорят, что у вас такая-то стадия, допустим. И он, значит, уже не знает, вот он ложится спать и думает, завтра я проснусь, и у меня вырастет где-нибудь метастаз. А где мне его ждать? Нам нужно объяснить человеку, что это так не бывает спонтанно. Живите спокойно, успокойтесь в себе внутренне, потому что это очень важно для выстраивания правильной борьбы с болезнью. Хорошее настроение, уверенность в победе, очень позитивный настрой. Но, тем не менее, возвращаясь к тому, что все-таки метастазы могут появиться у этого человека, это обстоятельство требует того, чтобы он наблюдался у онколога уже, а не просто где попало. Не шел в косметический салон удалить его? Ну, в косметический салон не надо ходить удалять такие вещи. Ну, случаются же истории? Да, случаются. Почему это неправильно, если уж мы говорим про косметический салон? Значит, предположим, что в косметическом салоне работает очень грамотный драматолог. Тогда он увидит и правильно поймет и скажет, слушай, тебе не ко мне надо прийти, а иди к онкологу. Если же он делает эту процедуру, считая, что там ничего страшного, то иной раз он может напороться на меланому. И тогда что он делает? Два сценария. Один сценарий – это так называемая шейф-биопсия, когда срезается верхушка, но остается часть образования. Это может быть процедура, которая делается для того, чтобы никоим образом не повредить и не нанести косметический урон человеку. Возможно, у женщины это ей говорят. Она говорит, вот мне не нравится, что тут нарост какой-то появился. Я не хочу, чтобы вы мне вырезали, потому что там надо швы накладывать. А человек говорит, а мы вам вырезать не будем, мы возьмем с режем. Это вот есть такой термин, бритвенная биопсия называется, шейф-биопсия. И поскольку это на английском, это не просто так на английском, это то, как делали и за рубежом очень часто. И поэтому появился такой термин, что срезание плоскостное, которое в конечном итоге недопонимание специалиста, что он это делает, не там, где это нужно делать. Поэтому вот шейф-биопсия не должна быть, не должна использоваться, если есть хоть малейшее сомнение. Потому что это не значит, что если мы сделаем шейф-биопсию, то мы ухудшим прогноз болезни. Нет. Но если у врачей-то это, конечно, не страшно. Нет, дело не в этом. Мы здесь просто заложим неправильные вещи. Первое. Мы не, если особенно еще не будем делать гистологию, мы просто потеряем некоторое время, потому что объект остался, болезнь осталась. И она будет снова вырастать. И тогда уже будет утерянное время. Во-вторых, если мы, сделав шейф-биопсию, отдаем это в лабораторию, тем не менее, и мы получаем, ой, здесь меланома. И все равно, хоть, слава богу, что отдали в лабораторию. Это лучший вариант. Это лучший вариант, но есть свой очень большой минус. Он заключается в том, что меланому нужно удалить сразу полностью для того, чтобы сделать важный замер. Этот замер – это вертикальный срез, который измеряется миллиметром или мелким таким миллиметровым, значит, линеечкой, окуляр, микрометром. И говорится, что если у нас вот этот размер соответствует такому-то, мы говорим про раннюю или незрелую меланомы. То есть, это определяется еще и стадия. Вот именно. А когда мы сделали половину, срезали, и осталась другая, мы эту стадию уже правильно не поставим. А по стадии мы судим о прогнозе болезни. И говорим, вот у вас все и так будет хорошо, потому что у вас, вот то, что я назвал про срез, толщина этого среза не превышает одного миллиметра. Вот. И это очень хорошо. А вот толщина полтора миллиметра уже гораздо хуже. Толщина два миллиметра существенно хуже. А толщина четыре миллиметра – это очень плохая толщина. Поняли, да? И вот здесь мы снова возвращаемся к тому, с чего вы начали, сказав, почему ее так называют, что она там королева и так далее. Счет идет на миллиметры. Понимаете? То есть, один миллиметр – хорошо, четыре миллиметра – очень плохо, а все остальное в промежутке. И наша задача сделать так, чтобы ранняя диагностика позволяла выявлять наших пациентов на этапе ранней меланомы, у которой этот показатель один миллиметр. Наши пациенты, к сожалению, вот те, которых мы имеем, если мы по-совокупному будем оценивать этот показатель, усредненно он будет у нас в районе четырех миллиметров. То есть, получается, ранняя диагностика при меланоме пока еще с серьезными проблемами. Да, совершенно правильно. И есть примеры стран, где раннюю диагностику стали развивать общими усилиями. И привело это к тому, что средний показатель толщины опухоли у этих пациентов, живущих там, достигает одного миллиметра. И поэтому большинство людей, заболев меланомой, от нее не умирают. Как нам добиться того же? А для этого нужны какие-то системные вещи. Но поскольку я онколог, я что могу сказать? Мы многое понимаем и знаем, но мы не можем охватить своими руками все население. Более того, здесь неприменимо может быть массовый такой скрининг, потому что меланома, тем не менее, не такое уж массовое заболевание. Но вот здесь я скажу, что наш показатель заболеваемости – это 7 человек на 100 тысяч населения. Грубый показатель. Это означает, что, чтобы выявить 7 человек, мы должны посмотреть 100 тысяч. Да? Это экономически невыгодно. Это невыгодно. И в других странах это также невыгодно. Поэтому не смотрят… Даже с учетом лечения экономически невыгодно. Все равно невыгодно. Выгодно обучить человека, во-первых, того, которого мы рассматриваем как потенциального пациента. И второе – взаимодействовать с врачами первичного звена. Это дерматологи, хирурги и терапевты в первую очередь. Они далеки от онкологии, но какие-то вещи, и они могут это получить очень, так сказать, простым способом. Что мы для этого делаем? У нас есть программа. Мы создали ассоциацию специалистов по проблеме меланомы. И одна из задач – это совершенствование или развитие этого процесса ранней диагностики. Мы понимаем, что им мало кто владеет. Но действовать мы должны через наши точки, через онкологов, онкологические учреждения, которых в России существует более сотни. То есть это сеть онкологических диспансеров. Некоторые находятся в таких территориях, где мало людей живет, а некоторые находятся в крупных городах. И мы начинаем с крупных городов, потому что в крупных городах экономические факторы позволяют людям очень часто увлекаться загоранием, поездками. Больше возможностей уехать с другой. И мы начинаем эту программу с онкологами данного учреждения. При этом мы подключаем организацию медицинской помощи населению в этом регионе или городе. Для чего? Для того, чтобы этот Минздрав их помог нам собрать нужное количество драматологов и других специалистов из первичного звена, с которыми мы проводим определенные занятия. И в последующем мы включаем, что называется, счетчик и смотрим, увеличивается ли количество тех, кого мы обнаружили. Что-то меняется в заболеваемости. Но этот процесс мы стали осуществлять не так давно. Было несколько городов, в которых мы начали заниматься вот таким... А сколько по времени не так давно? С 2017 года. Есть уже результаты? Ну, кое-какие есть. Но говорить о том, что у нас так много, сразу мы выявили, конечно, нет. Это процессы, которые мы должны поставить на крыло, что называется, в масштабе хорошем. И только таким образом мы можем увидеть всходы позитивные. Ну, у нас есть проект, когда мы возьмемся за дело, не буду говорить в каком городе, миллионном, где у нас мы готовимся к этому проекту. У нас проходит предварительная такая рекомендацировка сил драматологов, сил онкологов, их взаимодействия между собой. И вот это все мы ставим в определенную готовность. Готовность такую. И с определенного времени мы начинаем, запускаем эту программу. Может быть, через какое-то время мы поделимся интересными новостями. Но я на самом деле почти уверен, что это будет работать. Понимаете? Вот информация здесь играет большую роль, чем массовые осмотры. Скрининги. Да, потому что если нам удастся с помощью вашей передачи объяснить людям то, чего им не дано понимать, а они это понимают совершенно по-другому, да, то мы не сможем подготовить население информационным образом к тому, чтобы оно, население само, открыло бы глаза. Население живет мифами и стереотипным мышлением, к сожалению. И рассказать особо некому. Тем более, что они сами вопросы эти не задают. И проблема же ведь не только в том, чтобы врачи будут проводить диагностику, будут смотреть, ну, надо, чтобы еще пришел пациент. Да, ответственность за ним. Да, и вся проблема еще и заключается в том, что явку обеспечить сложно, даже если объявить это массово и сказать, что это бесплатно. Наша задача – дать информацию. Да. А дальше каждый да услышит. Понимаете? Угу. Вот. И самое главное, что давая эту информацию, ни в коем случае нельзя перегнуть палку. Например, сказать, товарищи, ни в коем случае не загорайте. Ну, это совершенно неправильно, да? Мы не говорим и не запрещаем. Угу. Солнце – это самый, что ни на есть, целебный фактор, да? Витамин D, опять же. Благодаря которому вообще возникла жизнь, а потом уже и даже цивилизация. Поэтому мы не говорим и не пугаем никого. Мы просто говорим, что будьте внимательны, знайте, что это может быть вот такая вот ситуация с вами. Вот. И знайте о том, каким образом это все вот происходит, начинается. И вот если мы вот сейчас еще раз скажем нашим зрителям, что это длительный процесс, это очень важно понимать. Вообще в онкологии, это касается не только меланомы, любое онкологическое заболевание возникает не так стремительно, как навязывают его мифы. Это какая-то хроническая ситуация. Которая стоит на месте и долго стоит на месте. А потом она начинает двигаться, и движение идет в ту сторону, когда уже изменять без определенного вида лечения невозможно ничего. Вот. Мы должны просто с вами понимать это. И если мы это понимаем, то мы не допустим. Я думаю, что сегодня настолько доступно вы рассказали и объяснили. И многие наши зрители восприняли это так, как нужно нам и им в том числе. Было очень увлекательно. У нас есть вопросы от зрителей, потому что мы анонсировали сегодняшнюю съемку. Столько теплых слов о вас ослышали тоже. Вопрос от зрительницы, которая удаляла родинки. Вот недавно 24 родинки удалила. И одна из родинок, ну, часть удалялась лазером, часть скальпелем. И одна из родинок ближе к нижней части спины, рядом с позвоночником была удалена, самая большая. Вот ее беспоко... Уже время прошло достаточно длительное, и ее беспокоит шов. То есть ей кажется, что там и что-то зудит, и прострелы. И она начала замечать, что болят ноги. И вот она задает вопрос, может ли это быть связано с тем, что удалили эту родинку? Знаете, я не думаю, конечно, что с ногами и вот то, что удалили родинку. Я так очень осторожно буду отвечать на данный вопрос. Но смотрите, во-первых, что бы мы ни удалили на кожу, а потом, значит, там возникает рубчик, рубец. У некоторых людей есть склонность к тому, что рубец грубый. Мы называем это килоидным рубцом. Он на самом деле будет ощущаться человеком очень неприятно. Потому что если человек будет трогать этот рубец, он будет чувствовать, что он не до конца чувствует это место, такое отсутствие чувствительности. Зато вместо этого он будет ощущения иметь, которые будут ему казаться, что это куда-то смещенное в другое место что-то. Ну, здесь я думаю, что речь вообще-то про меланому не идет. Нет, доброкачественный опухоль. Поэтому почему там ощущения возникли где-то в другом месте, я трактовать это не берусь. Не берусь. Не берусь. Ну, надеемся, что... Может быть, это иррадиированные какие-то ощущения, которые создаются за счет того, что вот этот, возможно, килоидный рубчик таким образом передает по нервным сетям ощущения, которые в нем... Или психосоматика. Может быть. Иной раз бывает такое, знаете, я назвал это когда-то неврозом отдельного участка кожи, который подвергся удалению. Вот это невротическое состояние, человек почему-то считает, что после этого он где-то вот его чувствует прямо аж вот своей головой. Создается такая дуга. Возможно, что так и есть на самом деле. Хорошо. Будем надеяться, что там все в порядке и... Нет, я думаю, там ничего страшного нет. Ну что ж, спасибо большое вам за такой удивительный рассказ. И я как пациент для себя сделала важные выводы. Я думаю, что наши зрители тоже сделали важные выводы. То, что если вдруг что-то появилось новое на коже, пигментное пятно, то надо обязательно наблюдать за изменениями. Правильно. И к дерматологу обязательно ходить, остерегаться солнечных ожогов и избегать вмешательства хирургические. Ну, можно же их назвать хирургические вмешательства в салонах красоты и каких-то таких медицинских центров не специализированных. То есть надо все-таки ответственно и бдительно относиться к своему здоровью. И доверять в первую очередь свое здоровье профессионалам. Так же? Ну, по-видимому, правильно вы все говорите. Все правильно говорите. Я соглашусь в основном с этим. С чем не согласны? Знаете, вот среди косметологов есть очень грамотные люди. Я просто хочу заступиться немножко за моих коллег. Я не обижаю их. Не из одного цеха, которые нередко мне присылают людей, пациентов с ранними формами. То есть они вот это увидят, и они не станут их трогать. Поэтому мы за то, чтобы всеобщая грамотность была среди докторов и среди пациентов. И среди косметологов в таком же случае. Ну, конечно. Тем более, что они могут быть, может быть, даже первые могут заметить, если грамотный косметолог. Ну, я в завершение все-таки хочу сказать, что грамотность среди докторов точно становится выше и выше. Это касается драматологов в первую очередь. Ну, надеюсь, что и другие потихонечку начинают как-то разворачиваться. Потому что мы много чего сделали в информационном плане. И сейчас меняется ситуация в лучшую сторону. Это обнадеживает. Да. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. До новых встреч. Спасибо за приглашение.